1 июня признаются школьники, для них двойной праздник. Самое главное, впереди три счастливых месяца отдыха. Свои долгожданные летние каникулы они начали с осмотра спортивных достижений. Даже девчонки готовы были гонять мяч по полю. Играть в футбол и как можно сильнее, чтобы выиграть. Детей пришли поддержать депутаты городского собрания Сочи, представители органов территориального общественного самоуправления города Сочи. Открытую спартакиаду начали с приветственных слов. Детей с праздником поздравил ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ясько. Он дал старт детским спортивным соревнованиям. И на всех площадках закипела нешуточная спортивная борьба. Обязательно надо соревноваться, обязательно должен быть дух соперничества. Это бесспорно, что конкуренция – это основа прогресса. И вот умение соревноваться, умение конкурировать с детства дает нам основание, что у нас вырастет новое конкурентоспособное поколение. Я хочу сказать детям, чтобы у них было счастливое детство, чтобы у них все получалось, чтобы они радовались. Этот праздник еще проходит в начале летних каникул, что тоже очень приятно для детей. Приехали ребята даже из Лазаревского района, несмотря на то, что встать им сегодня пришлось рано. Приехали в центр Сочи, в самый главный парк города за победой. Настроение у них было тоже прекрасное. Мы поздравили, во-первых, с днем наших детей. Вот, поэтому настроение у них хорошее. Они очень активно собрались ехать. Здесь вот им маечки вызови Лазаревского района. То есть мы будем защищать свой район. Соревнования проводились в нескольких дисциплинах. Мини-футбол, дартс, комбинированные эстафеты, шахматы. Продолжительность игры – 10 минут. Любой участник спартакиада мог проверить свои силы в шахматной игре. Для победителей были подготовлены кубки, медали, грамоты от Тоса Гагаринский центрального района города Сочи. Спортивным детям представится возможность посадки эвкалипта на аллее парка Ривьера. Ну а соки, лимонад, мороженое и детские аттракционы подарил парк участникам спартакиада сразу после спортивных удач. Елена Авсецна, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова